И не важно, это фотография в мобильном телефоне, или вы видите человека живьем, или еще где-то, еще где-то, еще где-то. Первая техника, она называется погружение в фотографию. Делается каким образом? Вам надо одеть этого человека на себя. Вы потом выберите, по какой технике пойдете, я расскажу две. Вам надо одеть человека на себя. Каким образом одевается человек на себя? На себя одеваем лицо и руки. Толщи можно не одевать. Вы одеваете его, чувствуете, как он дышит, как он чувствует, если есть на носочке, как он чувствует очки, как он чувствует полосы, морщинки. Любое ощущение, здесь тактильные ощущения очень большую роль играют. Что он в данной ситуации слышит, какие звуки, какие запахи, какие чувства его наполняют. Его руки лежат где-то. Вы чувствуете этот воздух, холодно, тепло, влажно, невлажно. Вот это вот все, вы это одели. И после того, как вы это одели, вы у себя спрашиваете, да, а какой я, кто я, а где я, что я чувствую, жив, не жив, а что я вижу. Вы можете вот в этом варианте развернуться по сторонам у себя в голове, да, и увидеть, где человек находится. Увидеть, это значит, не вот у вас перед глазами будет картина видения. Ребята, запомните, видение никогда не приходит в стационарные картины. И даже динамическая картина, которая у вас здесь сюжет разворачивается, это уже разведенный умом. Это то, что перестраивает мозг. Просто об этом нигде в экстрасенсорике не говорится. Везде идет подмена образа. И я этот образ, например, на путь бая тоже не разрушаю. Ну, зато мне очень легко, когда человек мне рассказывает, так он обладает видением, я четко знаю, он им обладает, и он им не обладает. И проверять можно не проверять. Точно так же, как есть тесты на проверку, человек говорит, я вижу, как течет энергия. Такие фишки в экстрасенсорике, которые в широкую, скажем так, аудиторию не выбрасываются, но они реально рабочие, и ты четко знаешь, вот этот вот тебе сейчас лапшу на уши вешает, или он по-серьезному разговаривает, да. Поэтому, опять-таки, когда человек там демонстрирует видео с телекинезом и не показывает себя на видео, ты не знаешь, он там подмешивает что-то или нет, тогда у него говоришь, опиши, что ты чувствуешь. И уже буквально по первым трём строчкам ты знаешь, он телекинез демонстрирует или он лапшу тебе на уши грузит. Потому что есть представления, эти представления социально адаптированы, они приняты, они 10 раз пересказаны в исторической литературе, люди на их живут. А есть практический опыт. Один раз прожив практический опыт, ты четко знаешь, где представления расходятся с тем, что есть на практике. Поэтому вот в этом клубе я и хочу, чтобы у вас прошёл практический опыт, и вы потом четко понимали, где он грузит лапшу на уши. Ну и плюс эти вещи использовали в жизни. Итак, первое. Вы одеваете человека на себя и чувствуете всё. Вы можете с ним общаться, вы можете задавать вопросы. Всю информацию, которая к вам поступает, вы берёте по каждому из каналов в отдельности. Отдельность, вкус, запах. Всё-всё-всё проходите. И это всё записываете. Только письменно. Потому что в голове вы это всё не удержите. Потому что как только вы соединились с фотографией, вы уже в изменённом состоянии сознания. А в изменённом состоянии сознания оперативная память вашего ума, она резко ограничена. И вы просто забудете то, с чего вы начинали. Вы потом выходите и не помните, что с вами было. Это нормально. Второй вариант. Если вы боитесь одевать человека на себя, иногда люди кричат, а как же карма, а как же там классно, прекрасно, великолепные вопросы. Поэтому мы не одеваем туловище на себя, потому что туловище я не знаю как карма. Возможно, когда я его начну одевать, я буду знать как карма. Но пока у меня нет практического опыта, поэтому я даю вам то, что я знаю, и то, что безопасно заведомо. Что касается второго. Вы создаёте свой энергетический дубль. Как это создаётся? На прошлых клубах мы делали упражнения «Я играющий и я наблюдающий за собой». Вот ситуация, когда вы выходите и наблюдаете за собой со стороны, и вы воспринимаете себя сидящим. Вот как только вы вышли и смогли воспринять себя сидящим, дальше попробуйте почувствовать мир вот этим человеком. Перенесите внимание опять в точку сборки себя и попробуйте прочувствовать мир. Как он чувствует, как он двигается. И потом его отправляете в фотографию. И через него снимаете точно так же информацию по вкусам, по запахам и так далее. Это называется создать фантом или создать дубль. Практика создания фантома и дубля очень широко распространена. Она же используется для снятия информации. Но её надо натренировать. Она сложнее, чем первая. Сложнее на порядок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова